Я Магировская Лидия Васильевна, жена офицера, голова спилки бесквартирных офицеров в городе Борисполе. Очень плохо с обеспечением жилья семей военнослужащих, которые стоят в очереди местных комитетов нашей власти. Значит, первый у нас очередник стоит с 90-го года, а остальные, наверное, где-то кончаются в 2005-м. И в очереди в нашей офицерской 66 человек. Еще есть афганцы, еще есть семьи загиблых, еще есть инвалиды войны. И в гарнизоне более 800 человек стоят и ожидают своей очереди. Люди, ну как вам сказать, люди, которые посвятились всю свою жизнь защите Отечества, не имеют от нашего Отечества абсолютно никакого внимания. То есть людей бросили на произвол судьбы. Как выживут, так выживут. Последнюю квартиру из нашей очереди офицеры получили в 2004-м году. В 2004-м году, когда был президентом Кучма еще в начале года. Но эти деньги были 2002-й, 2003-й и 2004-й. И премьером был Янукович. Конечно, большая часть офицеров голосовала за Януковича. И сейчас его поддерживала на президентских выборах. И в 2004-м году его поддерживали. А сейчас пропадают уже у людей желания, что за время президентства Януковича, что нет ни рубля. Каким-то образом пропали все эти средства, которые должны идти на субвенцию. А они образовывались за счет отчислений от налога на прибыль. И поэтому на новые президентские выборы может быть такое, что у Януковича сторонников будет на несколько миллионов меньше. Какие вы способы пробовали? Как вы пытались? Я бесперестанно писала письма на Януковича, на спикера, на Азарова. К нам приезжало в Борисполье телевидение. Мы делали встречу, делали интервью. И все бесполезно. Ноль внимания. На письма отвечают отписки. И отвечают кто? Ну, я считаю, что в ренге секретаря не больше. Ну, люди, которые не обременены властью и которые не отвечают за свои слова. Они пишут только лишь отписки. Больше ничего. Как вы думаете, можно ли сейчас подняться и называть на протест? Можно. Можно. Ну, а для чего это делать? Чтобы офицеры шли на протест. Ну, неужели нельзя этот вопрос решить, ну, как вам сказать, цивилизованным путем? Тем более, что это в Конституции записано. Офицеру в течение года, как он уволился со службы, ему обязаны обеспечить его жильем. А у нас выходит 23 года. Сколько уже жизни то и осталось у людей. Уже ничего не остается. Уже дети выросли, внуки уже выросли. Это уже все на родительских плечах. И наши дети заявляют нашим мужьям, бывшим офицерам. Хотя бывших офицеров не бывает. Заявляют. Папа, кому ты посвятил свою жизнь? Служению кому? Вот если бы ты занимался бизнесом, у нас было бы жилье, у нас было бы и машина, и все. А у нас ничего, нищенская пенсия и без крыши над головой. Вот и все.